Мероприятия, посвященные Дню Победы, в городе стартуют 8 мая. В этот день в парке Зернова покажут широкоформатные фильмы. Сыровчане увидят легендарные киноленты «Белорусский вокзал» и «Белый тигр». 9 мая мы начнем программу в 9 часов утра у Вечного огня. Планируется прохождение войск парадом, в том числе, включая юно-армейцев, пионерские дружины, акцию юных барабанщиков, которые готовят дворец детского творчества. В 10 часов на проспекте Ленина пройдет легкоатлетическая эстафета, которую традиционно проводит Департамент по делам молодежи и спорта. В 11 часов на стадионе Икар состоится турнир по футболу «Кубок Победы». А с 14 часов в парке Зернова стартует праздничная ярмарка. Для саровчан подготовят тематические локации, мастер-классы, интерактивные площадки и акции. На танцевальной площадке в 16 часов проведут концертную программу «Наследники Победы» с участием творческих коллективов города и Духового оркестра военной части 32-74. Традиционная акция «Бессмертный полк» в Сарове в этом году пройдет очно, однако с соблюдением ковидных ограничений. Как ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции в Нижегородской области еще не все сняты, поэтому запись желающих поучаствовать очно в этой акции происходит по телефону сотрудниками библиотеки имени Маяковского, и она не может превышать больше 300 человек. Но это вот, так скажем, по нормативным документам. Хотя разложить цветы могут все желающие вечному огню в течение вообще всего дня 9 мая. Запись на участие в акции по телефону 9-94-06-9-94-09. Количество участников ограничено. Сбор в 8.30 на площади Ленина. Всероссийская минута молчания пройдет в 19 часов в Помере Кисатис. Там же покажут в 19.15 экран живой памяти, фильмы «Победы». Праздничный салют «Победы» запустят с моста строителя Захарова в 22.00. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.